Виталий Гассейн 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 Профессионал никогда не существует сам в себе. Тот же Ермольник сказал, когда в этом году мы опять в очередной раз выиграли Ермолу музыкальный фестиваль. Правда, нам для этого пришлось объединиться с командой КВН НГУ. Я просто перескочил от этого, от Нагиловых срочных. Мы выиграли, и Ермольник нам подошел и сказал, что, ребята, вам уже давно пора делать какую-то солидную, хорошую мастическую передачу. И вот у нас сейчас... Он был трезвый, все есть. Да. Абсолютно. Так, вы перескочили. Косетку приняли, да? Да, здесь как раз мой первый клип, который на песне «Вечное слово» называется. Вот, этот клип сняли в Москве на телеканале «Столица». А что еще сказать? Нет, нет, нет. Давай ничего не делай, давай просто посмотрим. Давай. Виталий, ну сколько же денег-то это обошлось, а? Не поверишь бесплатно. Не веришь, не веришь, не веришь. Нет, это хоть не веришь. Дело в том, что в наше время, как ни странно, еще есть такие отношения, как дружеский. Это было приятно видеть даже в Москве. Почему? Почему, как ни странно, мы с тобой друзья. Ваша быстрая не веришь. Ну, неудачно. Не, ну, насчет клипа я правда не верю, что бесплатно, ну как-то. Я тебе объясню. Просто у Олега, вот, Параса, у композитора этой песни, он там как раз мелькал в кадре, вот, профилем такой, бородатый мужчина. Вот, у него просто директор канала «Столица», его хороший друг. Вот, и вот он сейчас, как снял этот клип, как мне сказали, за бесплатно. Вот, я думаю, если бы мы в этом вложили какую-то определенную сумму клипа, то, конечно, получился бы намного лучше. Ну, знаете, говорят, Дареному, Канин, зубы не смотрят раз, во-вторых, не приделать совершенству. Правильно. То есть можно было, конечно, сделать намного лучше, но я считаю, что первый блин, вот, в ком он не получился, это уже хорошо. Самое главное, то есть судить о результате, это зрителям. Вот, ну, знаешь, как-то мои коллеги по команде, и кто вот меня знает, то есть по творчеству, они говорят, что как бы не очень, то есть это всем понравилось, и не знаю, может где-то резать, может что-то. Но я вот, допустим, сам такой человек, я никогда не стараюсь говорить гадкие слова по поводу какого-то там определенного творческого проекта, или что-то такое. Я стараюсь всегда смотреть, ну, именно, что-то хорошее находить, потому что, как у нас есть шутка, поэта обидеть может каждый, а вы что, поэт, бежать. Вот я поэтому и говорю, что... Я знаю. Но... Ты сказал, да, ты вот, кстати, сказал, что вот до конца года ты еще в КВН работаешь, а потом, что все, да? Ну, потом 2001 года начинается чисто твоя карьера как... Да я бы, да? Мне бы хотелось бы, чтобы она началась раньше, я вот до этого... Нет, она началась, я имею в виду, что вот все, вот чисто, как только вот, столько музык, столько песни. Помнишь, очень давно ты мне говорил, когда разменяешь тридцатник, немножко по-другому на жизнь будешь смотреть и... Говорил? Да. Когда ты работал в ступклубе, помнишь, ты это помнишь? Так вот, у меня как раз 31 декабря искупенец тот самый тридцатник, который из меня, и действительно, мне бы хотелось уже не разбрасывать свои силы, а более плотно работать именно в том направлении, которое тебе приносит кушь и удовольствие. Есть ли смысл? Есть ли смысл? Понимаешь, есть понятие, кушать хочется. Понимаешь, есть понятие сидя, быть, есть понятие, вот, как бы, это там, на что-то жить. Жить, понимаешь? Тяжело пробиться, ну, согласись, тяжело, но ты все равно сейчас покрутился, там, центральность и так далее, музыка, вот, не боишься. На самом деле, не просто тяжело, а очень тяжело, и, как правило, практика показывает, добиваются люди, только те, кто искренне верят в какую-то цель определенную. Очень много работают. И много работают, но мне, ну, понимаешь, мне проще, я немного ненормальный человек, я не могу ни петь, я не могу ни заниматься вот тем, чем я занимаюсь. В этом мне проще, понимаешь?